ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще несколько лет после своей отставки. В частности, Фолилеев получил несколько миллионов рублей на строительство дома для своего сына в Иркутской области. Яровой также якобы оплачивал ремонт личного авто. Фолилеева отправлял дочь прокурора на лечение в Германию. В общей сложности в качестве взяток силовик, по версии следствия, получил от предпринимателя Безмалова 11 миллионов рублей. Взамен Фолилеев, отметила Михайлова, покровительствовал компаниям подконтрольным Яровому. Так прокурор якобы прекратил проверку в отношении одной из организаций. Напомним, Владимира Фолилеева задержали 16 февраля 22 года по обвинению во взяточничестве. Силовики полагают, что в бытность прокурором региона он получал деньги от представителей криминальных кругов, связанных с деятельностью торговых центров в районе бывшей гусенобродской барахолки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Это получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Предполагаемая сумма взяток бывшего прокурора и его заместителя Андрея Турбина составляет 35 миллионов рублей. Октябрьский районный суд Новосибирска 27 апреля прошлого года выселил бывшего прокурора Фолилеева и его супругу из элитного служебного жилья площадью 125 квадратных метров. Фолилеев, между тем, работал на разных постах в прокуратурах Бурятии и Улан-Удэ. С 2002 по 2005 год он был заместителем прокурора республики. В 2005 он возглавил прокуратуру Читинской области, а с апреля 2008 прокуратуру Забайкальского края. Спустя 7 лет он стал прокурором Новосибирской области.